Ну на самом деле ничего тут какого-то особенного нет, надо вообще понимать, кто такой уважаемый мною господин Сурков. Он вместе еще с Касьяновым, с Волошиным был определен Соединенными Штатами, как смотрящий за деятельностью Путина еще в далеких, в самом конце 99-й где-то год, в те давние времена. И когда Ельцин проводил Путина, вокруг него была создана система сдержек противовесов и контроля со стороны Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы Путин не изменил колониальный статус страны прежде всего. Дальше Путину удалось избавиться от Касьянова, отжать Волошина, убрать Гусинского, Ходорковского, ну на самом деле сотни людей он отжал, но Сурков не смог. И Сурков с ним проработал в этом же качестве внешнеуправляющего в области политики, средств массовой информации. То есть как раз те направления, которые американцы считают в России наиболее важные до последнего времени. Дальше Путину удалось его отжать, как агента американского. Но американцы, естественно, своих не бросают и надавили, в том числе пользуясь вопросами, связанные с безопасностью Олимпийских игр. Понятно, что угроза безопасности идет из Грузии, оследовательная Осетия, Абхазия, привязанная к этим Чечня вопросом. И заставили его назначить. Но это обычная практика. На оккупированной территории в колонии очень много людей назначается по команде из метрополии. Особенно ответственные за средства массовой информации, за финансы, за выплату дани, за образование, тот же Ливанов и так далее. Это стандартная практика. У нас иногда получается с людьми такой разговор, они не до конца понимают к себе в голову, что Россия является вассалом колонии США в результате поражения в войне. Но если они это примут, для себя примут, то они получат ответы на очень многие вопросы. То есть эти вопросы будут, ответы на них стандартные. Если ты колония, ты не имеешь права заниматься своей самостоятельной кадровой политикой. И я думаю, что как раз вокруг Путина не один Сурков является агентом американского влияния. Я думаю, что вокруг Путина таких очень и очень много. Но это статус, который характерен для любой колонии. Это не является исключением в нашем случае. Владислав Сурков – российский политик с чеченскими корнями, предназначение которого – расписаться под распадом Российской Федерации. Об этом в эксклюзивном интервью нашему каналу заявил опальный чеченский политик Ахмед Закаев. Владислав Сурков, он же Асламбек Дудаев – первый заместитель главы администрации президента России. О роли чиновника в кремлевской политике узнал Звядом Чадлишвили. Без него не проходит ни одно важное заседание российского правительства. Он всегда по правую руку от Медведева. Его называют серым кардиналом, кремлевским кукловодом, главным идеологом тандема – путинским Распутиным. У него два имени – Владислав Сурков, он же Асламбек Дудаев – первый заместитель главы администрации президента России. Долгое время оставалось тайное чеченское происхождение политика, пока Сурков-Дудаев сам не рассказал об этом немецким журналистам. И все же чеченец по отцу считает себя русским. Профессиональный лоббист до прихода в политику занимался телевизионной рекламой. Дружил с ныне опальным Михаилом Ходорковским и даже сделал карьеру в его банке Менотеп. Что, правда, не помешало Суркову забыть о былой дружбе, когда началась небезызвестная история с Юкосом. После Менотепа будущий политик продолжил карьеру в Альфа-банке. Именно эта финансовая организация была в числе основных спонсоров предвыборной кампании Владимира Путина в 2000 году. Благодарность почти весь руководящий состав банка получил места в правительстве. Суркову же досталась особая роль. Он стал главным идеологом партии «Единая Россия». Сегодня, несмотря на должность замглавы администрации президента, профессиональное лоббирование интересов Кремля по-прежнему является основной деятельностью Суркова. Он редко появляется перед камерами, но именно он курирует движение «Наши» и «Молодая гвардия». По мнению многих аналитиков, некоторые националистические организации тоже детища Суркова. Своеобразную оценку деятельности главного кремлёвского идеолога даёт опальный чеченский политик Ахмед Закаев. Согласно его версии, у каждого российского лидера своя миссия. Задача Владимира Путина, который остаётся фактическим руководителем страны – развалить Россию. И Владиславу Суркову в этом процессе отведена значительная роль. И что парадоксально, СССР, когда разваливался, знаете, кто подписал документ? Руслан Хазбулатов, чеченец. Я думаю, что Сурков, то есть Дудаев, который сидит в Кремле, ждёт своей участи, как в своё время Руслан Хазбулатов дождался, чтобы расписаться за развалом России. Иначе объяснить то, что делает он и Путин, просто невозможно. А клевета эта появилась, ну так, по крайней мере, внешне, от адвокатов. От Фейгина и от Полозова. Потому что именно они стали инициаторами вызова Тихонова и Хасис в качестве свидетелей защиты. Не прокуратура, не какие-то другие органы. Это сделали Фейгин и Полозов. И это люди, которые хорошо известны в России, принадлежат к тому, что называется пятой колонной. Враги существующей власти, враги Путина, по большому счёту. Они защищали Пуссерайт, они всю жизнь занимались вот этой подрывной деятельностью в рамках содействия разрушения России со стороны зарубежных спецслужб. Можно сказать, что они входили в команду, по крайней мере, я так думаю, Вячеслава Суркова. И входят в него. Вячеслав Сурков, кто из армянских корреспондентов не знает, это правитель России до 2011 года, безраздельный и полновластный. Так и называлось Сурковщина. У Владимира Владимировича Путина был ряд полномочий, достаточно значимых, но в целом страной руководил Слава Суркова. Только он назначал губернаторов, только ему подчинялась четвёртая власть, все без исключения средства массовой информации. Здесь, кто присутствует, здесь значимые люди из Комсомольской, правда, из других средств массовой информации, если я говорю неправду, возразительные. Это единственный руководитель страны, был по всем внутриполитическим вопросам. Никто не смел лезть близко к нему. Даже когда Владимир Владимирович Путин предлагал поставить президентом, он не поставит, вернее, а выдвинуть в качестве кандидата на выборы президентом Иванова, верного своего соратника и надёжного человека, это было отметено, и Сурков принял решение о том, чтобы поставить Медведеву, и Медведев стал президентом. Обычно думают, что Медведев — это человек Путина, это заблуждение. Медведев — человек Сурков. При всём моём уважении к Дмитрию Анатольевичу, это просто как бы историческая оправда. И, как я представляю, мотивация, связанная с тем, чтобы решили, наконец, меня, как говорят, раздербанить вместе с семьёй, связана с двумя факторами. Тут вам надо набраться терпения, придётся мне минут пять, может быть, семь перечислять факты, а вам надо их в голове у себя сопоставить. Особенные, не обижайтесь, дорогие женщины, особенно я обращаюсь к мужчинам, постарайтесь всё понять. 2011 год, осень. Болотная площадь собирается усилиями всеми средствами массовой информации. Нет ни одного канала, ни одной газеты, кто без конца ежедневно не пишет о предстоящем мероприятии оппозиции на Болотной площади. Все центральные каналы, все государственные каналы, все оппозиционные средства массовой информации, у всех, ну, так только Болотная площадь. Делается всё для того, чтобы собрать туда максимальное количество людей. Понятно, что это делается, то руководит этим одним человеком, который тогда был при власти, это Сурков. Он занимал пост заместителя главы администрации по региональным делам и средствам массовой информации. Может быть, я немножко не точно называю должность, но смысл. Причём он так и занимал эту должность всю жизнь. Его немножко, отступая в историю, туда поставил Фридман. Тогда, как во времена ещё Ельцина, когда раскупались посты новой администрации, в далёкие времена середины 90-х годов, остались свободны несколько мест, которые никак не мог Фридман заполнить. Потому что прикупил целую кучу постов, а заполнить не мог. И у него был банк такой, Минотель. И в этом банке рекламную службу возглавлял Сурков Слава, молодой парень. И Славу Суркову поставили на пост замглавы администрации президента по СМИ. Ну, собственно, профильный. Что там реклама, что там реклама, только концерн побольше. И он с тех пор занимал эту должность. И вот на этой должности, по совершенно невероятным, каким-то необъяснимым, объективно причинам, кроме как сотрудничество плотное с Центральным разведным управлением, которое никогда и не скрывалось, и закончилась карьера Суркова в Кремле, тем, что он возглавлял комиссию Сурков-Макфол. Участвовал в комиссии Сурков-Макфол, так он назывался. Макфол-Сурков, комиссия по модернизации России. Это еще было до того, как Макфол стал послом в России. Так вот, значит, Болотный, 11-й год. Собираются люди, и собралось много на Болотной. Много искренне, в основном, люди собрались, потому что насмотрелись телевизоры, начитались газеты, всегда люди чем-то недовольны. И некоторое количество, некоторый процент населения из бескрайнего мегаполиса московского собрался на Болотной площади. Получилось довольно много народу, и репетиция прошла нормально. Это была репетиция перед проспектом Сахарова. Все события должны были произойти на проспекте Сахарова. После этого, с теми же усилиями, началась подготовка митинга на Сахарова. Опять же, все средства массовой информации, без конца, что вот следующий там митинг на Сахарова, соберемся уже все, и как следует, и так далее. Тогда был лидером общественного мнения, как вы помните, оппозиции Навальный. И это настолько становилось популярным, потому что работали все массы средствами массовой информации, что люди, даже чиновники, стали как бы немножко стесняться отношения к официальной власти. Это, кто это помнит, наверное, вот это время, и стало как бы модным, там солидируются с оппозиций, иметь эти белые там бантики и так далее. Это сейчас не модно, а тогда это становилось модно. Это было на пике кампании. И осталось у Путина очень малосторонних, реально, которые не по должности были сторонники, а готовы идти с ними до конца, такие как Сечин и так далее, ну верные соратники Иванов, Токарев и так далее, то есть которые его команды. Остальные все стали как бы отодвигаться, как перед перестрелкой у стойки Бара в Техасе в прошлом и позапрошлом веке. Но никто не смел против Путина слова сказать и поддержать публичную, так сказать, вот эту оппозицию. Кроме, что удивительно, двух человек, Медведева и Суркова. Один действующий президент, другой замглавы администрации президента. Они очень мягко выступили оба по поводу того, что можно понять людей, которые возмущаются. Это было публичное выступление примерно за неделю до Сакарова, но мягко. Но они отметили свою позицию. После этого в ночь, значит, митинг на Сахарова был назначен на 24 декабря, субботу 2011 года, по вашему неправильному лету исчислению. И в ночь с четверга на пятницу, даже к утру в 3 часа утра, всесильный руководитель всей прессы и телевидения Слава Сурков вдруг выступил в малозначащем московском радио в совершенное время, в которое никто не слушает, но которое оставляет свой след в качестве публичного выступления. В 3 часа утра, с четверга на пятницу, прямой эфир. Он сказал, я однозначно поддерживаю восставший народ, сколько можно терпеть все это безобразие. Люди делают большое доброе дело. Это лучшие люди страны и так далее. Выступление делилось буквально, может быть, полторы минуты. Я его слушал лично. Я ехал в это время ночью в машине, обычно я сплю в это время, как и все нормальные люди, к Владимиру Камильевичу Ганееву на зону, чтобы его проведать. Генерал Ганеев такой, слышали, мой друг. Оклеветный человек, очень честный и порядочный генерал. После этого была пятница. В пятницу Сурков собрал всех руководителей главных СМИ. Опять же, здесь присутствует куча СМИ, вам легко проверить эту информацию. Да и помните вы это, наверное, многие из вас, российские СМИ. И сказал, что завтра будем транслировать в прямом эфире митинг на Сахарова. Всем выставлять камеры и пригонять машины. Митинг оппозиции. За некоторое время до этого в Москву заехало большое количество чеченцев. Вооруженных. А с корочками российской милиции. Они поселились в основном в президент-отеле и частично в санаториях в Подмосковье. Об этом тоже не было незамечено всеми активными людьми Москвы. И мне тоже ребята говорили, что чеченок понаехал, ну, правоохранительный орган, немерен. Все вооруженные готовы защищать Путина. От чистого сердца, я уверен. Чеченцы готовы были защищать Путина, и Рамзан Кадыров готов был защищать Путина. У меня нет в этом сомнений. Сразу это подчеркиваю. Их использовали в темном. Слава Сурков использовал в темном. Как он вообще делает со всеми? Он играет людьми, как куклами. У него самая большая коллекция куклов. Немножко отвлекается. И он адепт церкви сатаны. Он пишет о до дьяволу. Публикует это в интернете. Вместе с группой Агата Кристи ложат на музыку. И на высокопоставленных приемах дарил, ну, сейчас, не знаю, на час, наверное, дарит эти диски своим знакомым. Это тоже не секрет, легко проверяемая информация. Вот. Вот. И так же он использовал своего близкого друга Рамзана Кадырова. Говорит, надо поддержать Путин. Как я себе представляю. Поэтому шли бойцов. А то могут свергнуть. И Рамзан Кадыров зачистил монету, прислал людей. Я думаю, так. Иначе откуда бы им было взяться столько дисциплинированным чеченцам. Утром в субботу должны были чеченские защитники власти выдвинуться на Сахарова и занять места в высоких зданиях, которые стоят прямо вдоль проспекта. На верхних этажах. На этом все, милостью Божией, закончилось. Включилась Федеральная служба безопасности и предотвратила грядущие события кровавые. И ничего не произошло. Прошел митинг, который закончился даже без резолюции, потому что резолюция не была заготовлена. Потому что он не должен был заканчивать. И на это тоже, обратите внимание, резолюции не было на митинге. И еще, в последний момент, на митинг не приехали близкие люди Суркова. Известные певцы, сатирики, поэты. Это объявлялось вечером в пять, что один говорит, вот, к сожалению, не могу, там живот заболел условно. Другой говорит, я оттуда уехал, не могу вернуться, не успеваю. Никого из близких людей Суркова на площади не было. При прямой трансляции всего этого дела. Что должно было произойти дальше? То, что не произошло. Дальше, под камеры, под прильнувшие к экранам миллионы москвичей, потому что это событие было самое рекламируемое, самое ожидаемое в Москве. То есть все смотрели прямую трансляцию. Вот под это все дело должны были быть убиты прямо на трибуне Навальный и несколько человек произвольно рядом с ним. И кровь должна была залить площадью. Оставшиеся в живых должны были призвать москвичей поддержать восставший народ и выйти на улицу. Из нескольких сот тысяч человек это превратилось бы в многомиллионное море. И народ с трупами Навального и других людей на руках двинулись бы, требуя крови Путина и его окружения. Медведев, как действующий президент, должен был, обязан был ввести режим чрезвычайной ситуации. Резим чрезвычайной ситуации по действующему за российскому законодательству отменял все демократические процедуры, в том числе выборы, в которых уже участвовал Владимир Путин. Таким образом, предвыборная бы кампания Путина прекращалась бы в момент подписания документа ОЧС. И он бы больше не был президентом. И даже кандидатом в президенты. И он был бы неприкасаем как кандидат в президенты. Я могу только предполагать, но думаю, что, скорее всего, этот день был бы последний день в жизни Путина и его окружения. Вот так делался этот заговор. В Центральном разведывательном управлении и Вячеславом Сурковым. Про Суркова, конечно, уже очень много сказано. Про причины его увольнения. Я хочу вас спросить вот о чем. Его фигура тоже очень в России демонизирована. И вот, как вам кажется, есть основания у этого образа? Или это такой миф? Нет, это не миф. Вы, Саф Юрьевич Сурков, это самый циничный политик, которого, я знаю, гораздо циничнее Жириновского. Потому что часто Жириновский говорит то, во что он верит. А Сурков часто... Жириновский. Жириновский. А Сурков, я же знаю. Сложно, сложно вы это поверили. А вот теперь представьте, что Сурков и говорит, и делает то, во что он не верил. Причем не по приказу, а был инициатором таких вещей. Вы же представьте, что тонкий интеллектуал не может создать хонвибинское движение наше. Не может. Потому что его интеллектуальный уровень этого не позволит. А он создал, он ему предложил, он его воспитал. И еще не расследовано дело нападения на журналиста Кашина, которое вызывает много вопросов. И я это дело так не оставлю. Я на каждой встрече с министром внутренних дел задаю вопрос, что с Кашиным, что с Рассетом. На последней встрече Владимир Александрович Колокольцев увидел меня, засмеялся, сказал, так я сам отвечу, идет следствие. Но даже вопрос не задали. Понимаете, я буду это дело дотягивать. Я абсолютно уверен, что те молодежные организации, которые создавались под крышей Суркова, имеют отношение к нападению на журналистов. В частности, на Каши. Это дело должно быть доведено до конца. А как вы думаете, это приводило внутри него к какому-то психологическому конфликту? Мне абсолютно плевать, что внутри него. Вот этот человек, который позволил себе дурачить массу людей, которые восхищались его стилистикой, его тонким вкусом. Значит, Лысав Юрьевич Сурков, строитель вот этой системы, которую вы так грозно осуждаете от Путина, он хуже Путина. И в вашей системе координат он должен быть хуже Путина. Потому что Путин честен и искренен. Да, он ошибается, да, я с ним не согласен. А Лысав Юрьевич Сурков его строил, его делал, зная, что это все неправда. Зная это, понимаете, что так не живут. Такая страна долго не продержится в виртуальной системе. Его отставка к чему-то приведет? Или ничего не изменится? От перемен и мест слагаем ничего не изменится, да? Такая страна. Такая страна. Продолжение следует...